все-таки чтобы у меня там в голове окончательно уложилась да смотрите вот например по поводу индекс удовлетворенности вот у нас есть условный город с каким-то набором параметров да там удаленность там до москвы школы работа медицина благоустроенность еще что-то и вот этот набор параметров на основе него даже возможно не опрашивая жителей мы можем получить какую-то оценку а потом соответственно проведя опросы можем прийти к тому что эта модель либо правильную оценку дала либо неправильную оценку дала да вот это об этом речь ну а примерно об этом значит смотрите вот есть разные это сказать микрорайоны города да допустим не изучали там разные города вот одно из решений которое было предложено собственно это же было были все дело для чего решение вот тогда с губернаторами с мерами городов разговаривал я все время говорил одно и то же я не пришел вам здесь указывать что как надо что-то делать или какие у вас проблемы ваши проблемы вы лучше меня знаете что я сидя в москве могу знать но вот когда вы знаете что есть много проблем которые могут решаться разными способами и в разных точках вот тогда возникает задача комбинаторная задача такой чудовищной сложности что никакой губернатор вместе с аппаратом его не решат вот тут нужна математика понимаете вот где как приложить ну условный пример есть микрорайон допустим в котором надо построить школы и тогда жители будет там 100 тысяч ну не важно 5000 человек будет удовлетворены понимаете для другого микрорайона нужно расширить дорогу понимаете и тогда они будут быстрее добираться до центра допустим и тоже будут удовлетворены понимаете а там 10 тысяч человек и вот среди вот этого немереного многообразия решений какие решения надо принимать так сказать чтобы вот суммарно так сказать повысить уровень или в какой последовательности например это все вот задачи которые математика так сказать очень эффектно вот эти модели очень эффектно решают другой простой пример скажем транспортные модели допустим да вот городах это еще очень давно не собрать это нами в пятидесятые было сделано была применена гравитационная теория чтобы корреспонденции жителей оценить реально просто вот ньютоновская теория была применена значит корреспонденции между двумя микрорайонами пропорциональными числах жителей в них и обратно пропорциональными квадрату расстояния прямо в чистом виде то есть и удивительно но это оказалось что это работает но когда мы значит стали делать вот эту работу оказалось что на персональных компьютерах это но это занимает часы и часы понимаете вот я тогда придумал такую приближенную схему которая работала на персоналках еще восемьдесятом седьмом году понимаете даже не современные персоналки вот работа очень эффективно понимаете а вот другой пример тоже простой значит мы делали очень серьезную работу до немцев но немцы немецкая фирма метро на значит она попросила англичан англичане нашли меня вот мы делали там вот я впервые с большими данными столкнулся значит и вот мы первые вот буквально так сказать попытки там что-то вытащить из этих данных классические модели так сказать там алгоритм работает там три с половиной четыре часа но я ребятам сказал что если это четыре часа каждый запрос так сказать будет работать то значит нам эту работу надо будет делать там пять лет ну пять лет нам никто ее не будет оплачивать так сказать и вот вы знаете это удивительные вот какие-то вещи когда мы писали книгу с марка раночем вот потери выбора пришла вот тогда была идея вот этот самая задача суперпозиции функции выбора решать вообще есть классическая задача суперпозиции она была поставлена гильберстом вот в этих двадцати трех проблемах в начале 1904 если правильно помню году и в пятьдесят шестом ее колмогоров и арнольд решили решение было там в том смысле что если какие-то хорошие свойства в общем я не буду сейчас детали вдаваться нет там получилось что там каждого свойства особо нет значит я честно говоря начал этим заниматься и сделал там целую серию работы они не опубликованы потому что вот в те годы понимаете я всегда считал что если книги вышла зачем куда-то статьи посылать бумагу переводить вот сейчас я бы не стал так делать и вот это была идея просто попробовать что получится хотя я понимал прекрасно что ответ в общем-то будет отрицательный так сказать потому что есть общая теория а вот на конкретном материале может быть что-то хорошее можно будет получить ну была сделана есть глава на эту тему потом там я не помню 20 лет спустя у меня аспирант появился я ему дал одну из задач мы с ним сделали там еще одна работа хорошем журнале очень топовым опубликовано и вот когда мы пришли к этой задачи вот поиска в этих больших данных и вот не работают классически точнее работают они хорошо работают но время очень много и вот я придумал эту суперпозицию использовать для поиска понимаете но летала так сказать только так все это было решено и мы в конце концов патент российские американские патенты получили на это дело понимаете вот потом этот самый сертификат общества интеллектуальной собственности и так далее понимаете вот казалось бы да тоже вот была совершенно теоретическая работа которая в общем я никогда не даже не думал что это может в практике где-то сработать вдруг вот так бах и сработало и сработало очень качественно а потом эту же технику к торнадо применить но предсказание торнадо и улучшили результат вот который там есть я тогда помню когда мы получили этот результат я расстроился искал время попросту потеряли 61 процент точного предсказания а и ребятам говорю что попросту время потеряли мы притащили статью в которой было написано что 57 процентов вот это существующие результаты каждый пол процента увеличения это великий результат а мы увеличили сразу на 4 процента